Слышите меня участнику? Хорошо. Тема сегодняшнего вебинара у нас с мочеканами, болезнью циститой, острой задержкой мочи, диагностикой и лечением. Кто меня еще не знает, меня зовут Витя Владимировна. Давайте начнем. Про мочеканами болезни все с вами, ну вообще про предприятие, мы все это знаем с вами, да, но мы будем повторять. Мочеканами болезни, что называется, Орлите АС. Значит, это хроническое и логическое заболевание. Для него свойственно формирование камней в почках, из-за нарушения обмена веществ и воспаления в мочевых путях. Также образование камней в мочевом пузыре. Мочевые камни у нас встречаются у всех домашних животных, но чаще всего мы их встречаем у кошек и собак. Химический состав их разнообразен. Они могут включать мочевую пищу, лаку, оксалаты, карбонаты, фосфат, сыстин, сантин и так далее. Вот у нас как выглядят камни. Ну, если камни, мелкие камешки у нас могут сами проходить к мочевым путям и покидают организм, могут не доставлять никакого дискомфорта, то крупные они могут задерживаться в лоханках почек, либо проходить мочиточник и, соответственно, препятствовать току мочи. Тогда в этом случае пациент наш испытывает целый ряд неприятных симптомов болезненных. И самое, что неприятное, то, что такая патология, она имеет свойство рецидивировать. А, значит, камешки у нас бывают разные, да, и по классификации они уратные. Уратные у нас состоят из оленочевых салатов, фосфатные бывают, сыстиновые, оксалатные, струбитные, белковые и другие. Значит, все конкременты у нас, которые мы обнаруживаем по мочекаменной болезни, их классифицируют по этиологии, локализации, составу, риску повторного образования, рентгенологическим характеристикам и количеством. По локализации выделяет камни в почках, мочевом пузыре и мочиточникам. Так, ну и теология патонез, значит, что у нас служит, да, образование патонетической предрасположенности, рацион животного, образ жизни, значит, малоподвижность и ожирение, инфекционные патогенты и системные заболевания. Значит, ну, это мы тоже знаем, что в большей части у пациентов, у нас, которые страдают мочекаменной болезнью, также может диагностироваться сопутствующие инфекционные или какое-то воспалительное заболевание. Значит, чаще, часто очень мочекаменная болезнь у нас может быть осложнена хроническим пилометритом, который может протекать остро при наличии мочекаменной болезни, соответственно, с резким повышением температуры и проявлением интоксикации. Значит, инфекционных агентов, вызывающих воспаление процессов, также много, но самое распространенное – это статилокойки и стриптокойки. Ну, и в отсутствии адекватного лечения также может развиваться бактериальный шок у пациента. Основным признаком присоединения инфекции у нас служит и урия, наличие в моче большого гнойного отделенного. Гной тоже все видят. Диагностика. Значит, нам важно не только поставить правильный диагноз, но и определить характер и локализацию кристаллов. Значит, мы должны осмотреть животного, собрать полный анамнез. Значит, визуальные изменения камня. Значит, для визуализации мы используем УЗИ. Мочи половой системы. Рентген можем использовать. Значит, рентген у нас позволяет выявить как рентгенопозитивный, так и рентгеннегативный конкременты. Иногда можно применить компьютерную томографию, ну, обзорную урографию. Это для получения у нас светильного расположения в форме систавка. Значит, клинический исследование у нас включает биохимию. Общий анализ крови, мочи для того, чтобы выявить успешный процесс и тяжести, почты, недостаточности. Также посев на микрофлору для мочи, моча берется для того, чтобы повредить чувствительность к антибиотикам. Мочи для мочи. Такой метод основан на способности мочеводительной системы вводить введенные в организм рентген и конкрасные вещества. Значит, с помощью такого метода мы можем выявить заболевания, связанные с функциональными органическими изменениями как в отдельном органе, так и в целой системе. Значит, такой метод дает у нас более точное представление о пространственном положении мочеводительной системы. но у нас он не проводится. Достаточно усилия этого генов. Клинические симптомы. Знакомы с ними, но и повторим. Значит, внешнее проявление у нас зависит от формы, размеров и места расположения камней. Заболевание вначале может вообще никак не проявляться, пока камни у нас не закупорывают просвет уритрального канала. Жене не имеет острые края, которые могут, соответственно, вызывать у нас повреждения слизистой оболочки. Подозрения у нас появляются, ну и владелец обращается тогда, когда появляется уже затруднение мочеспискания, по которым животное тужится, принимает соответствующую позу. При этом моча выделяется либо по чуть-чуть, слабость, может быть, с кровью, прерывается, животное сидит подолгу в туалете, может кричать, вот, и также мочеотделение может вообще прикатиться. Также моча очень часто содержит мелкий песок. Значит, общие принципы у нас лечения мочекаменной болезни. Ну, мы все знаем, да, как лечить у нас. Вот, значит, это обильное питье. Вот. А диета. В зависимости от характера ГАШ и приобретающих солей, соответственно, диета у нас назначается, способствующая растворению мелких камней. И, соответственно, рацион, правильность выбора рациона у нас, рацион питания, он может, как, или ускорять их растворение, либо способствовать их образованию рецидиву. Даже после того, как вышел камень. Ну, питотерапия, противовоспалительный травм, это мочегонные препараты противовоспалительного удаления камняхирургическим и консервативным методом. Значит, для того, чтобы снять состояние восстановления тока, ну, для этого нам необходимо удалить камень, либо песок из уретры, катетером, и промываем процвет уретры антисетическим раствором. Ну, делаем либо под общей анестезией, если животное нас дается, знаем, да, можно, чаще всего мы делаем это так. Значит, при запущенных случаях мы вынуждены прибегать к операции по ретростомии. Более сложной представляется у нас полостная операция цистатомии, целью которой является у нас полное удаление крупных уролитов. Из ничего у пузыря. Значит, после восстановления тока мочи в течение нескольких дней нам необходима инфузионная терапия для того, чтобы установить водно-электролитный баланс и снять интоксикацию. Также проводится у нас противовоспалительная и антибактериальная терапия до двух недель. Значит, после стабилизации в состоянии у нас обязательно пожизненная профилактика, диета-терапия, лечебный корма и при необходимости антибиотикотерапия, там, шикотерапия, мочегонные сборы и так далее. Вот. И нужно следить, периодически сдавать, значит, анализ мочи и делать визи-почек и мочевого пузыря. Ага. 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 Значит, если у нас, соответственно, закупорка, да, и для того, чтобы это снять, мы выполняем категоризацию, мочевой пузырь мы промываем теплым раствором фурцеллина в соотношении 1 к 5 тысячам, вот, в случае, значит, ежедневного промывания и чтобы через катетер у нас выходила моча, цель их протилактики, мы оставляем катетер сроком там до 3-4 дней, фиксируем его швами, и у нас котик, либо собачка походит в памперсе. Подшивание катетера к припутцу у нас, соответственно, позволяет избежать дополнительной травматизации слизь до уретры или повторной катетеризации, которая чаще всего необходима в любом случае. В консервативном методе лечения у нас относятся реактерапии, да, это болеутоляющая, спизмонитическая ножка, допустим, можно применять аналог поповерин, вот. В таблетках, значит, если мы рассчитываем на 10 килограмм можно одну таблеточку, это в 40 миллиграмм, можно в инъекциях колоть, а если мы даем крупной собаке, то 80 миллиграмм на 20 килограмм рассчитано. Мелким, значит, собачкам рассчитать можно на 4 миллиграмма на килограмм. Вот. Значит, для кошек у нас считается 0,1 миллиграмм ножку на килограмм два раза в сутки. Таблетки также даются из расчета 0,1 миллиграмм на килограмм. Значит, противовоспалительный антибактериальный, это 5 ног можно, фурагин использовать, 5 ног очень хорошая, до 7 дней, 1,4 таблетки 2-3 раза в день. Из антибиотиков у нас цифизолин. Вот. Из расчета можно 15 миллиграмм на килограмм веса кошки. Если очень тяжелый случай, то можно повысить до 30 миллиграмм. Вот. Собакам повыше. Курс может максимально быть 10 дней, минимально 5. Ну, общая креплящая есть и опять-таки диетерапия, это все комплексные. Значит, противовоспалительный, да, на травах, которые у нас, фитализин, мы чаще всего применяем. Вот. Это, он вызывает предупреждение кристаллизации солей в мочи. Также его можно при инфекциях мочек, выводящих путей. Для кошек это 1,4 чайной ложки. Разводим на полстакана воды и даем попить 20 миллилитров. То есть, 24 раз в день. Для собак 1,4 до 1 чайной ложки. Ну, вот. И зависит от веса собаки, да, от 5 миллилитров. Цистон, значит, кошкам также дается по назначению. 1,4, 1,2 таблетки зависит от веса, да, из крупной кошки. Дважды в день. Вот. Для собак по 1, 2 таблетки тоже. Учитываемый вес в вес в сутки. Таким, значит, цистон можно давать до 6 месяцев. При инфекциях можно давать до полной лакуидации воспитания процесса. Диета. Значит, питание у нас делится на 2 типа. Кто-то у нас кормит натуралкой, кто-то специализированный. Вот. Значит. Но лучше всего назначать специализированный, потому что он как бы сбалансированный. Да, натуралку тяжелее сбалансировать. Вот. Дается она несколько месяцев дольше и зависит от тяжести, да. Если из натуралки, то это, значит, должны себя включать нежирные части мяса, там отварная, 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 крупа, обсяная и овощи. Вот. Все дается в отварном виде, без соли и приправ. Ну, в качестве диетного специализированного корма, то чаще всего мы рекомендуем Хилси, Пекануба, Роял Канин. Вот. Значит, при оксалатных камнях у нас XD, оксалатный, оксалатный, специально при оксалатных, при струбитых у нас SD идет. Хилси. Вот. И так далее. Ну, и также для собак. Какие могут быть осложнения прямочками? Значит, прямочками могут у нас развиваться такие осложнения, как пиомефрит. Это воспаление чашечной лоханочной системы почек. Вызывается такое состояние длительным пребыванием камня в неизмененном положении. Соответственно, это способствует скоплению вокруг него катагена микрофлоры. Парамефрит крайне тяжелое состояние, при котором паренхима расплавляется из-за гнойного процесса. Причина пиомефрит, осложнение формы. И железодефицитная анемия у нас, она у нас из-за того, что если при мочеиспускании обильное кровотечение происходит. Профилактика. Ну, профилактику мы знаем, да, что кормление, побольше движения. Все зависит, в свою очередь, кормление, да, если это заболевание уже пролечили, то динамика. Систит у нас, это воспаление самого мочевого пузыря. Чаще всего вызывается бактериальная инфекция, ну, может быть и грибковая, да, и пинцетлокококония. Значит, инфекция мочевого пузыря, они у нас чаще всего протекают болезненными. Смогут привести к очень серьезным проблемам, если у нас инфекция попадает в почки. Значит, бактериальный цистит у нас чаще всего требует назначения антибиотиков. Другие виды цистита, все зависит от их причин. Также цистит может быть и диапатическим. По классификации цистит мы делим на острый. Это представляет, значит, он внезапно проявляется, сопровождается затруднительным мочесписканием, болезненностью. Бывает рвота, отказ от дым. Хронический у нас цистит, он появляется на протяжении долгого времени. Иногда в моче может появляться кровь. Иногда случается, соответственно, затруднение с мочесписканием. Чаще всего встречается у животных, которые старше 5 лет. Также цистит делится у нас на первичный. У собак и кошек встречается редко. Обычно возникает вследствие повышенного охлаждения брюшной стенки. Также бывает, если животное очень часто спит на кафеле в ванной, на снегу долго лежит, купается в холодной воде и так далее. Соответственно, на фоне переохлаждения у нас защитная функция организма снижается и происходит обсеменение мочевого пузыря бактериями из половых путей. Другой называется восходящая инфекция. Вторичный цистит, он возникает как следствие основного заболевания, например, мочекаменной болезни или проститита. Клинические признаки у нас. Это значит болезнь на мочеиспускание, частый позывок мочеиспускания. Животное может уходить по чуть-чуть, но также, да, но очень часто бегать в туалет. Активный грунт гениталий, вылизывание и выдергивание шерсти, гематурия, это моча с кровью. Болевой ситровый область мочевого пузыря. Кот или собака, она не дает себя врать за подживот. Вялость может присутствовать, апатия или же наоборот беспокойство. Диагностика у нас основывается на общем анализе мочи. В моче, значит, ацестите могут быть свидетельствовать повышение лейкоцитов, ретроцитов, нитритов, ну и бактерий тоже. Анализ мочи на стерильность, если мы подозреваем инфекцию мочевого пузыря. Это клинический визуальный осмотр животного и ультразвуковый УЗИД. УЗИД мы делаем на наполненный мочевой пузырь, так как при пустом мочевом пузыре стенка будет утолщена. А когда он наполнен, мы видим толщину стенки и что с ней происходит. У моче может быть также образование слизи. Лечение цистита у нас, это нужно воздействовать на саму причину заболевания, оккупировать симптомы. Соответственно, параллельно мы устраняем причины болезни для обучения стенки и пропилактики дальнейших рецидивов. Принципы лечения у нас основаны, это антибиотики. Значит, на первую линию у нас стоит антибиотик, который активный у нас против кишечной палочки или тех бактерий, которые мы выявили при посеве. Спазмолитики, анальгетики, это при сильных спазмах и болях. Гемостатики при сильных кровотечениях. И препараты для стабилизации урника аж в мочи. И диапатический цистит. Он у нас является наиболее распространенной причиной появления симптомов заболевания мочевых путей у кошек. При нем-то я, в принципе, присутствует... Ой, диапатический, да. Значит, при нем у нас... Клинические признаки все те же, что и при цистите, но моча будет при посеве стерильная. И так же не будет кристалов обнаруживаться. Он у нас является заболеванием с невыясненной... Причиной. Ну, как бы, предположительно, есть все различные причины, но, честь всего, сложно выяснить, да, какая причина способствует. Ну, при выяснении могут обнаруживаться аномалии мочевого пузыря, нарушение функции, значит, парасимпатической системы, кортико-адреналиновой системы. Причиной, значит, у нас стеопатического цитита, это дефекты оболочки мочевого пузыря. У таких кошек обнаруживаются дефекты слизистого слоя. Или он может быть неплотным. Это у нас может... Это может, значит, приводить к повреждениям клеток основного слоя и вызывать образование изъявлений, раздражения и воспалений. Нейрогенные у нас воспаления. Это нервное окончание стенок мочевого пузыря. Они могут стимулировать либо какими-то местными раздражениями оболочки, либо сигналами из мозга. Ответ на стресс такой может быть. И стресс. И нейрогенные сдвиги, это... Они свидетельствуют о том, что... Не только стресс может провоцировать систему, а сестить, значит... Вот. И у кошек таких может напечататься ненормальная выработка кортизола. И чаще всего стресс наверняется. Также у нас чаще всего впадает в зону риска это кошки персидские. Животные у нас от двух до шести лет страдают, те, у которых избыточный вес. Ну, у всех своя схема как бы лечения ее. Ну, я кузову. Как у каждого разную. Схема на самом деле, кто какой-то уходит. Вот. На воспаление снимаем. Там в зависимости от... Если он вызван стрессом, там успокоительные чаще всего дают стресс. Ну, и противовоспалительные даст позвонить и какие-то коль. Так же у нас низкие, ну, низкая активность. Лоток может спровоцировать новый. Диапатический цистит. Это будет как типа стрессом. Какие-то конфликтные ситуации. Если в дом появилась кошка другая. И так же, если животное очень пугливое, а в дом часто приходят там гости, дети, то это тоже может спровоцировать. Диапатический цистит. Лечение, значит. Ну, вода, понятно, это неограниченность. Это потребление. Корма специализированная. Можно, да, снизить стресс. Значит, спазмолитики мы назначаем. И можно противовоспалительные средства. Если у нас идет вообще задержка мочи при диапатическом токуторизации. Вот. Как раз короткостероид этим, да. Можно при... Назначить, если снять воспаление. И антидепрессанты. Осложнение такого виду цистита у нас... Ну, вообще осложнение цистита. Не только такого, но вообще. Значит, может цистит, если вовремя острые купировать, то он проходит. Если нет, то он переходит в хроническую форму у нас. Значит, в случае у нас хронической формы могут развиваться какие-то необратимые последствия. Это изменение самого мочевого пузыря и, соответственно, изменение в почках. Вот. У кошек бесплодия при воспалении к конструктору бактериального изменения. Ну и, соответственно, так как воспаление на срок... При сильном воспалении будет вовлекаться не только стенка, слизистая оболочка, но и, соответственно, весь мышечный слой, то эта патология, она может привести к замещению мышц в соединительной ткани. И, соответственно, мочевой пузырь может уменьшиться в размерах и выполнить свою функцию. Профилактика. Правильное кормление, соответственно, сдавать анализ мочи периодически и движения. Ситуация. Поисторая задержка мочи. У нас, значит, это невозможность опорожнения мочевого пузыря. Распространенное заболевание, оно может спровоцироваться другими какими-то вредами. урологическими заболеваниями. Причины. Это может быть механическая причина, что происходит закупорка в нижних отделах мочевого канала. Происходит вследствие того, что как раз песок, например, мелкие кристаллы, либо какие-то воспаления, слизь, может быть, прицестить обычные. Примочеками болезни, камни, да, это могут быть новообразования, полипы. Вот. последствия, также причинами могут быть атонии мочевого пузыря, это когда нарушается, сократительная способность тянки, разрыв мочевого пузыря и анурия. В связи с развитием анурии, это прекращение мочеобразования, связанное с острой элитронической почечной недостаточностью. диагностика у нас, она основана как клиническая картина. сбора на амниузе, да, и осмотр ультразвуковое исследование, и также анализ крови и мочи. клинические признаки. также, ну, соответственно, отсутствие либо затруднений мочи, спускания, выделение мочи по каплям, кровь может присутствовать, животное может беспокоиться, мяукать. Также начинает, также вылизывает область промежности, если прекращается отток мочи или моча выходит по каплям, то увеличится живот болезненность при пальпации. В дальнейшем могут быть облитения вплоть до потери аппетита и рвота. При интоксикации боль. Значит, если у нас причиной является нарушение фрукти почек, то, соответственно, наблюдается такие симптомы, как истощение, обезвоживание, снижение аппетита, угнетение, жажда, московости рвота, при разрыве мочевого пузыря, с отсутствием мочи спускания, отмечается увеличение живота и в вручной полости наличие жидкости. Мочевого пузыря не будет подпираться. Значит, лечение заключается для того, чтобы устранить на направлено на устранение обструкции. Мы должны обеспечить отток мочи. Значит, обеспечиваем это при помощи картеризации также. Если у нас это не получается, то цистецинтез, это прокол брюшной стенки. Но брюшную стенку мочевой нужно зафиксировать и очень аккуратно прокалывать. вот в принципе, несложно. Вот, если же это все у нас не приносит результата, то тогда уротерстамин. Значит, при тяжелых случаях у нас проводится стабилизация среди сосудистей системы, оценка показателей газовства в крови, инфузионную терапию проводим, коррекция электролитных нарушений, если необходимо, кислотно-основного баланса, мультуем давление. Если у нас произошел разрых мочевого пузыря, тогда здесь нужно будет операция, мы должны устранить их дефект. при развитии аннурии на фоне почечной недостаточности мы начинаем мероприятие, направленное на стимуляцию диуреза, это применяем диуретические препараты. Ну, диализ не делаем. осложнение. Значит, ну, осложнение у нас, так как у нас накапливается моча, то, соответственно, у нас это будет являться повышение давления в мочевых путях. Вот, соответственно, это является, ну, как бы, будут обратные движения жидкости из пузыря в мочеточнике лоханке. Это может привести к инфицированию. В тяжелых случаях давление мочи у нас достигает очень большой величины и провоцирует гидронефротическую трансформацию или появление дивертикула. также иногда может провоцировать причины почечной недостаточности, инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы, цистит, пилонеприты. И острый процесс, он может прийти также в хроническую форму и вызывать урологические патологии. прогноз при острой задержке чаще всего благоприятный. Если мы сделали все правильно, если мы нормализовали отток мочи животному, ничего у нас не угрозает. Вот. Значит, вероятность рецидивов мы учитываем соответственно из причин, то, что вызвало это, если это мочекаменная болезнь, значит, то мы проводим лечение, да, то же самое. Вот. И следим всегда за состоянием животного. В необходимости мы повторяем практические мероприятия. вот профилактика у нас заключается в современном лечении заболеваний, которые могут вызывать острую задержку мочи, это мочекаменные болезни, простатит, цистит различные различные заболевания уретру. К лечению заболеваний мочековой системы вы подходите всегда индивидуально, у каждого у нас, ну, как бы, есть основной алгоритм, то, что мы должны, допустим, диету, диета у нас спазмолитики, противовоспалительные, там, антибиотики, вот, просто препараты вы выбираете за те, которые считаете необходимыми. Для того, чтобы назначить антибиотик, конечно, мы должны выяснить чувствительность, потому, что, если, например, при циститах, если это бактериологически, бактериями вызван, вы не установите, то можете подобрать антибиотик, на первом этапе лечения все пройдет, все будет нормально, через какое-то время будет рецидив, поэтому просед делать желательно. В редких случаях встречается грибковый, частит грибковый, один раз, по-моему, кандидор, но назоволим мячом, кандидоз, вот, это редко бывает, в основном бактериями вызывается, мочей виденых. в принципе, все, и в принципе, в принципе как лечить вы все знаете алгоритм лечения утром все знаете ну кто любит гомеопатию очень многие применяют гомеопатию ну вот я и поделюсь Продолжение следует... 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 Продолжение следует...